Британия впервые потребовала объяснить происхождение богатства в рамках нового антикоррупционного закона. Первой объясняться придется супруге азербайджанского банкира, бывшего главы Государственного международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева. В 2016 году он был приговорен к 15 годам заключения за хищение и к штрафу в 39 миллионов долларов. Траты его супруги за миры в Лондоне, по данным британских властей, гораздо выше. Среди них 16 миллионов фунтов, потраченных за 10 лет в одном из самых дорогих магазинов Лондона в Херетсе. Это на самом деле более 4000 фунтов в день, чуть меньше 6000 долларов. Так вот, она купила дом рядом с Херетсом в самом престижном районе Лондона на Айсбридже, частный самолет и поместье с полем для гольфа. Антикоррупционные активисты из организации Transparency International вообще призывают британские власти активнее применять новый закон. По их оценкам, иностранные коррупционеры и преступники отмыли и вложили в Британии миллиарды фунтов. Высокий суд обязал Хаджиеву объяснить происхождение ее доходов, в противном случае ее имущество может быть конфисковано. О новом законе мы поговорим с нашим экономическим обозревателем Алексеем Калмуковым. Он уже в этой студии. Леш, приветствую тебя. Почему Хаджиева оказалась первым фигурантом вот этого дела по новому закону? Ну, закон вступил в силу в январе, это первое дело, в феврале был выписан этот ордер, и суды, суды, и вот теперь Хаджиеву. Почему она? Вероятно, им нужен был показательный процесс, процесс, в котором участвовал человек, которому нельзя никак подкопаться. И вот тут идеальный фактический случай. Муж ее сидит в тюрьме в Азербайджане за хищение из Госбанка. Сама она летает на частных самолетах, живет в двух домах в Лондоне, 35 кредитных карт, у нее магазин шаговой доступности «Херрис». Конечно, это идеальная ситуация для таблоидов, первые полосы, очистим Британию от грязных денег, и правительство тут же немедленно становится победителем мирового зла и спасителем несчастных британцев, которым негде жить, потому что всю недвижимость скупили иностранцы. Ну, Хаджиевы, конечно, все это отрицают. Они говорят, что деньги нажиты законно, и что они стали жертвой после режима Алиева, потому что впал не в минус в свое время. Леш, ну, понятно, что Хаджиевы – это такое первое дело, и все сразу в связи с этим законом заговорили о множестве-множестве россиян. Их буквально тысячи, причем богатых россиян, которые вкладывают в лондонскую недвижимость, которые живут здесь, супруги которых, дети, которые живут здесь. Вот стоит ли им и придется ли им объяснять происхождение своих богатств? Тут даже не обязательно быть богатым, потому что нижняя планка по этому закону – 50 тысяч всего. На эти деньги гараж в Лондоне не купишь. Но объясняться нужно будет только тем, против кого ведут расследования. Нужно понимать, что это не уголовное преследование, а инструмент дознания. Если у следователей, у налоговой полиции, у кого угодно возникли к вам вопросы, они могут прийти и сказать, вот объясните. Но от волонтаризма, как всегда, защищает английская судебная система. То есть нельзя просто выписать ордер. Нужно сначала пойти в суд и доказать судье, что вот у нас есть человек, мы подозреваем его в таком-то преступлении. И нам кажется, что его доходы не соответствуют тому, что он тратит. Поэтому будьте добры, дайте нам это право. И под это попадает всего две категории людей. Во-первых, это чиновники и так называемые политики фактически их окружения, но и стран за пределами Европы. То есть к европейцам это не применяется. Но Россия тоже относится за пределами Европы. Конечно, да. И Азербайджан в том числе. А второе, это люди, которые подзревают совершение тяжких преступлений на территории Великобритании или за ее пределами. Если русский человек живет и не подзревается ни в чем, то ему беспокоиться очень не о чем.